92 дня на футбольном поле. В Самаре стартовал 16-й турнир «Лето с футбольным мячом». Соревнования проходят между дворовыми командами. Принимают участие юноши и девушки в двух возрастных категориях – 9-11 лет и 12-14 лет. Среди болельщиков – друзья и родители. Это, конечно, должно быть предметом гордости, соучастия со стороны семьи. И именно в этом, на самом деле, залог того, что ребенок у нас будет развиваться гармонично, в том числе с точки зрения физкультуры и спорта. Турнир проходит в три этапа. Первый – с 1 июня по 11 июля в городах и муниципальных районах области. Второй – с 12 июля по 15 августа. В это время проведут групповые и зональные соревнования. Третий этап запланирован с 16 июля по 31 августа. В это время участников ждут финальные матчи. Это, конечно, очень здорово. Ребята не предоставлены сами себе, занимаются. И вот из этих как раз людей, которые появляются, звездочки, и получается Академия. Команды, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, будут награждены кубками и дипломами. Лучшие из участников получат возможность попасть в Академию «Крылья Советов». Это очень хорошие турниры для селекции. Мы отправляем своих селекционеров на эти турниры. Мы отсматриваем. В основном это финальные турниры. И ребят приглашаем на просмотр. Не все к нам попадают, но штучный товар у нас появляется. Турнир «Лето с футбольным мячом» зародился в Самаре и давно вышел за пределы области. Мероприятие из районного выросло в федеральный формат. Оно сейчас практикуется и транслируется на территории всей России. Конечно же, это знаково, это очень важно для нас. Ну и тем более, что ребята, которые принимают участие в этом турнире, имеют возможность проявить себя. Лето с футбольным мячом не только охватывает всю страну, но и дает билет в большой спорт юным любителям футбола. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин